здравствуйте меня зовут Ирина Шайдова сегодня будет видео эксперимент я буду сверлить отверстие в камне и мне самой интересно получится ли у меня просверлить отверстие подобное видео у меня есть на канале где я сверлила лабрадор сегодня у меня тоже один камешек лабрадора мне надо из него сделать кулон прикрепить к нему бэйл который будет держать этот кулон но для того чтобы прикрепить бэйл мне надо просверлить отверстие в лабрадоре я в принципе уверена хотя любой камень может отколоться но будем надеяться что все пройдет хорошо еще у меня есть янтарь янтарь я думаю я тоже просверлю без труда я сверлила уже несколько камней симбирцита легко сверлиться легче чем лабрадор потому что это смола она мягкая как и симбирцит и не так много надо прикладывать усилий для того чтобы сделать отверстие еще у меня есть два камня лунного ой не лунного солнечного камня купила я их камера стоит у меня не перед глазами поэтому я не уверена что будет хорошо фокусироваться но постараюсь вам показать поближе очень мне понравились эти камешки у меня есть бусы под них бусины вот хочу из этих камней сделать кулончики один и второй экземпляр очень они красивые вот в них я не уверена так как солнечный камень никогда ведь какая татаризация что в одном что в другом никогда не сверлила и посмотрим получится ли и есть еще вот такой камень я думаю что это аквамарин но точно я не помню покупала я его за дорого он дорого стоил этот камень но точно я не уверена аквамарин ли это по цвету по текстуре в принципе на аквамарин очень похоже так как покупала давно я уже забыла и тоже попробую просверлить отверстие мне кажется что будет красивый кулон так машинка у меня совершенно обыкновенная как для мастеров маникюра я покупала в магазине сверла я покупала я скажу в магазине для стоматологов самые твердые это по моему зеленые и синие я оставлю ссылку на то видео где я первый раз проводила эксперимент я там более подробно рассказывала обо всем сейчас я уберу ненужные мне провода сторону я работаю от ножного привода чтобы можно было если что сразу остановить машинку не переключая вот этот переключатель потому что может быть разное желательно чтобы были очки которые защищают глаза потому что может отлететь крошка и вода которая будет остужать сверло единственное что у меня сверло уже старая я уже много камней им просверлила но не знаю менять его или нет попробую этим старым так ну что первое мне надо именно в лабраду просверлить отверстие надо сначала наметить да вот ту точку чтобы она была посередине и не давить а просто как бы вот легкими движениями вот так вот постучать туда чтобы образовалась такая маленькая ямочка так ну что маленькая ямочка образовалась и теперь я ставлю перпендикулярно камню свое сверло и сверлю до давя туда вниз камень при этом у меня лежит на бисерном коврике я его придавливаю к низу так некоторые я смотрела в интернете сверлят с этой стороны и потом навстречу сюда я так пробовала у меня так не получилось я испортила несколько камней поэтому я сверлю только с лицевой стороны на изнаночную не переворачивая камень еще такой момент сильно близко к носику к вот этому лучше конечно не сверлить потому что сам носик может отколоться но и вообще лабрадор это полевой шпат и он весь такой трещиноватый вот если мы посмотрим на просвет и вот как рисунок идет это такие микротрещины располагаются иногда они прям не микро и если вы попадете может отколоться вот этот слайс до называются такие сколы вот поэтому всегда всегда есть вероятность что может испортиться камень лабрадоры вообще очень легко и бьются если их уронить на что-то твердое с ними надо обращаться аккуратно но все я буду сверлить потом покажу вам результат по мере того как я сверлю образовывается вот эта каменная пыль которая я не вижу куда и что мне сверлить поэтому я ватными дисками постоянно протираю это отверстие но и вообще мне все время хочется чтобы на каждом этапе было приятно красиво и чисто и и и и и и и и это такое дело ну пыльное и грязное сверление постоянно потом все тут в этой каменной пыли поэтому я стараюсь сразу несколько камешков подобрать чтобы потом все это убрать подальше я давлю туда вниз но при этом не со всей силы то же самое это все должно быть плавно никаких лишних усилий кроме как вот сверло да не должно быть так ну что камень горячий прям реально горячий камень том месте где я его сверлю еще пока не видно следа с обратной стороны но уже я думаю что недалеко но камень видите толстый он небольшой но толстенький экземпляр тимус мочим и продолжим еще по поводу толщины вот этого сверла они есть разные эти сверла я брала самая тоненькая которая была может быть есть еще тоньше я не знаю но когда я покупала вот это было самое тонкое не для отверстия в камне можно было бы еще тоньше вот она в принципе подходит но если было бы еще тоньше мне кажется было бы получше даже а так и и и и и и и но уже мне кажется я вижу отверстия там где-то далеки но еще она не вышла наружу вот так вот получилось с этой стороны вот я еще смотрела что кто-то обрабатывает вот эту сторону сверлом мой мой опыт показал что это совершенно не надо просто сейчас я начну вот эту сторону тоже обрабатывать и она будет только как это более колючий неправильно определение первое что пришло в голову да в принципе нормальное отверстие закроется было даже без бэйла но совершенно нормальная и вот это лицевая сторона протру камень такое отверстие осталось только прикрепить был вот и сделать бусы и будет украшение с таким шикарным маленьким лабрадором а Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну с чего начнем? С янтаря. У меня самородок янтаря. В нем вот такая вот растительность. На просвет очень красивый. Он у вас на камеру смотрится немножко темнее, чем он на самом деле. И я когда покупала вот эти, как это, самородки. И были в продаже самородки с отверстием и были без отверстия. Ну вернее без отверстия были только вот этот. Более-менее нормальный под кулон подходил. И цена разнилась в два раза. Вот поэтому гораздо выгоднее купить такой самородок и если есть такой аппарат, самому просверлить отверстие для кулона. Вот. Если бы там было больше таких камней, я бы, конечно, купила бы еще бы. Так, то же самое. В камне смотрю, где бы я сделала отверстие. Да, как бы хотелось бы мне, чтобы располагался кулон. Ну, я вот здесь буду сверлить. Хотя можно было бы и вот здесь, если бы мне нужна была такая форма. И вот здесь. Да. И можно было бы здесь тоже как-то два, допустим, и сделать на чокер. Если это... Но я буду делать классические скорее бусы. Поэтому такое самое, то что первое в голову приходит, буду делать здесь. То же самое делаю, намечаю. Здесь тоже не совсем тонкое расстояние. Все. И буду сверлить точно так же. Надеюсь, это будет быстрее, чем лабрадор. Сразу пахнет смолой. Сразу запах. Очень сильный. Запах смолы. Сразу пахнет смолой. Сверло держу. И, по-моему, она там плавится, эта смола, мне кажется. Нагревается и плавится. Потому что аж дымок такой идет вместе с крошкой. Так, сверло держу именно перпендикулярно, чтобы не ушло наискосок. Не ушло наискосок отверстие. Все. Видите, как быстро янтарь. Чуть-чуть труднее, кстати, симберцит. Не так быстро. Но янтарь вообще очень быстро. И все. Я сэкономила пол стоимости этого кулона. Так, давайте теперь попробуем солнечный камень. Так, сейчас я посмотрю, как бы мне хотелось его повернуть. Вот так бы, да? И вот с этой стороны я сделаю отверстие. Солнечный камень гораздо труднее, мне кажется, даже чем лабрадор. Все, конечно, зависит от неплотности, как это, твердости камня. Можно просто посмотреть и уже примерно ожидать. Да, быстро это просверлится или же медленно. Но по моим ощущениям, солнечный камень тверже. Практически нету крошки, которая сразу образовывалась при сверлении янтаря. Значит, не высверливается он. Может, я и не смогу его высверлить. Но я попробую. Это же эксперимент. Вообще, можно просверлить любой камень. Просто все зависит от того, какое у тебя сверло и мощность твоего аппарата. Так как у меня и сверло такое, я думаю, не самое-самое, да? И мощность тоже далека от мощной. Поэтому, если просверлю, это будет очень-очень хорошо. Но сверлится, идет потихонечку сверло туда, утопает уже в камень. Может быть, на новое сверло поменять, потому что я уже, думаю, камней 10 точно просверлила этим сверлом. И, возможно, уже стерлось вот это вот покрытие. Сейчас попробую поменять сверло. И, возможно, будет лучше. Так, сверла. Вот еще, знаете, какие сверла были? Вот такие вот, совсем тонкие. Вот такие, как игла. Вот такие мне не подошли. Вот они, в общем, не подходят. Надо, чтобы было вот такое вот сверло. Таким удобнее всего сверлить. Такой формы. Так, ну что. Это я пробовала. Есть, чтобы полировать, есть, чтобы, что там еще делать. Ну, в общем, всякие разные. Абразивить как-то сверла. Так, вот у меня есть такие же зеленые. По-моему, зеленые тверже синих. Все, это я, наверное, уберу. Видите, как стерлось. Насколько меньше и тоньше плохо фокусируются эти. Да, то было тоненько, а это прям расширяет отверстие. Сразу пошла крошка каменная. То есть, то уже сверло мне надо выбросить. Оно уже, кроме янтаря, ни на что не способно. Зеленые тверже синих. Возуги. Новый крышень. Тверже. Оно. Возьмите. 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 Возьмите нашу видео. готова так это лицевая это изнаночная изнаночная мне кажется ушла немного в сторону видите к чему я говорю что сначала надо наметить и держать строго-строго перпендикулярно камню да мне кажется немного ушло вот но надеюсь что это не будет видно когда я прикреплю был вот здесь нужен совсем небольшой был и будет такой настоящий камешек с очень красивой резации новым и резаться продают камни такие большие прям булыжники всякие разные и там где были большие были маленькие я выбрала просто маленькие самые красивые экземпляры и купила на вес идут эти камни можно купить там какие хотите розовый кварц радохрозит в общем всякие всякие какие только можете и можно выбрать красивые и сверлить отверстия и делать свои кулоны уникальные не похожие ни на что так ну что и остался последний экземпляр он самый толстый не знаю как у меня получится сверлить отверстия буду сверлить вот в этом месте с богом ну сверлиться сверлиться сразу ушло туда примерно как и лабрадор по усилению остужаем камень остужаем сверло хорошему можно было ближе вот к этому краю сверлить но пока я боюсь хотя у меня уже движение гораздо увереннее чем я начинала это делать я в своих силах уже проверила их но все равно боюсь потому что очень жалко эти все камни непростые и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...